Добрый день всем. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему круглому столу, проводимому в рамках национального чемпионата WorldSkills Russia. И, собственно, компания SAP, как спонсор и партнер в нескольких компетенциях чемпионата, решила организовать такой круглый стол и поговорить на тему подготовки и практикоориентированной подготовки студентов сегодня в учебных заведениях. У нас сегодня в гостях представители шести ведущих университетов. Естественно, мы как сварочная компания разговариваем в контексте технологий сварки. Ну и, собственно, хотим выслушать всех и узнать, какие же, собственно, новые решения мы можем использовать, предлагать и внедрять для того, чтобы максимально эффективно и на практике готовить специалистов. Прошу выступить с приветственным словом генерального директора компании SAP России СНГ Алексея Борисовича Беликова. Алексей Борисович, вам слово. Спасибо, Владимир Владимирович. Слышно? Хорошо? Да, все слышно. Да. Добрый день, коллеги. Для меня большая честь присутствовать на совещании уважаемого УЗовского сообщества и открывать круглый стол, посвященный, на мой взгляд, очень важной теме организации эффективной практической подготовки студентов сварочных кафедр. Ну, и не только кафедр. Да, я сам выпускник кафедры сварки МГТУ имени Баумана, 91-го года. Хорошо помню, что помимо мощной теоретической подготовки основам сварочных процессов, кафедра организовывала разноплановые практические занятия, лабораторные работы, очень полезные практики на заводах и институтах. Ну, любые практические занятия давали очень много для моего становления как специалиста. Но позднее, уже работая в разных организациях, я чувствовал, что на этапе учебы практических знаний и навыков в сварочном деле хотелось бы получить больше. Сегодня компания САП располагает в России производственной базой, испытательными лабораториями, технологическим центром сварки и термической резки в городе Красногорске Московской области. И одним из векторов своего развития компания видит в поддержке профессионального образования и инвестирования в будущее поколение специалистов-сварщиков. И сотрудничая со сварочными колледжами и вузами, мы поддерживаем профессиональные конкурсы сварки, и другие профессиональные инициативы. И предмет нашей поддержки заключается в обучении и практических демонстрациях современных сварочных технологий, резке металлов, оборудовании, материалов, сравнении результатов и экономике сварки различными процессами. Тема нашего круглого стола – практика ориентированная образование, проблемы и решения. Ну и, коллеги, я предлагаю в течение отведенных программ и полутора часов обменяться опытом образования с фокусом именно на практику дела, представить лучшие практики, идеи и возможности помочь друг другу, помочь повышению уровня профессионального образования. Ну, хотел бы пожелать плодотворного круглого стола, интересных дискуссий. Спасибо. Алексей Борисович, большое спасибо. Коллеги, ну, мы сейчас будем переходить уже от ИСАБа к непосредственно практике, к вузам и так далее. Все представляют прекрасно о том, что каждый работодатель мечтает получить специалиста уже с опытом работы, желательно с большим, который отлично себе представляет все процессы, отлично себе представляет вообще все, вот, и вот завтра готов встать там либо к оборудованию дорогостоящему, либо как-то еще и начать свою работу. Ну, чудес не бывает, как мы с вами знаем, а готовить к специфике всех возможных предприятий, ну, невозможно. Извините за тавтологию. Ну, так или иначе, у каждого вуза есть своя специфика, и об этом мы сегодня тоже будем говорить. У нас университеты с очень разными направлениями и фокусировкой на разных сферах промышленности. Для начала мы предоставим слово директору Российского научно-технического сварочного общества. Это сообщение будет немножко отличаться от всех остальных. Это Мулин Александр Васильевич, он расскажет о повышении квалификации и подготовке сварщиков по международным стандартам. А дальше уже будем переходить к вузовской тематике. Александр Васильевич, рад вас видеть. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже рад видеть многих, кого я уже знаю, и тех, кого не знаю, всех приветствую. Я сегодня хочу вам представить информацию. Кто-то ее знает, но для тех, кто не знает, эту информацию по системе квалификации, сертификации персонала, сварочного персонала в рамках Международного института сварки. Вы знаете, что в России есть стратегия интегрирования российского профессионального обучения в международное профессиональное обучение. И вот эта система как раз глобально объединяет систему квалификации, то есть обучение персоналу сварочного производства. Коротко про МИС. Международный институт сварки основан в 1948 году. Сейчас 56 стран мира входят в ведущих, в том числе и России, естественно. Здесь вы можете видеть на экране, какие основные задачи. Но для нас главное – это две последние. Это разработка технических стандартов по сварке. То есть именно в МИСе рождаются технические стандарты ИСО по сварке по разным направлениям. И создана глобальная гармонизированная система обучения, квалификации, сертификации персонала. Создан специальный орган, международный авторизующий орган, который отвечает за это направление в МИСе. И в разных странах создаются уполномоченные номинированные органы. Всего 46 стран сейчас вовлечено, то есть все ведущие страны вовлечены в эту глобальную систему обучения, квалификации сварочного персонала. И эта система охватывает, как координационный персонал, многие из вас знают стандарты СО-14-731, в России есть аналог, по координации в области сварки. То есть это инженерный персонал. Также сюда входят категории инспекторов, сварщиков, то есть рабочих, и международных специалистов по механизированной, орбитальной и роботизированной сварке. То есть в итоге выдается диплом, международно признанный диплом, который подтверждает международную квалификацию. В Европе существуют дополнительные направления по обучению. Здесь вы можете видеть, что она охватывает и термитную сварку, и подводную сварку, сварку пластмасс, термическое напыление, склеивание, контактная сварка, лазерная сварка. То есть все основные виды сварки, способы сварки охвачены вот этими направлениями по обучению. То есть также выдаются дипломы, но это только в рамках Европейской Федерации по сварке действуют такие системы обучения. Некоторые из вас уже знают эту систему, но я вам скажу, что основное, чем она отличается, что доступ к этой системе обучения для тех, кто имеет уже образование. Ну, скажем, если инженер, доступ к инженеру, необходимо быть уже бакалавром по машиностроению, то есть связанным с машиностроением, с металлообработкой. И поэтому инженеров вы видите на экране всего 448 часов, и из них 60 часов отдаются практическому обучению. Что входит в практическое обучение, вы можете видеть здесь, то есть представлены основные способы сварки, и некоторые, скажем так, экзотические способы сварки допускается в виде демонстрация. То есть если вот эти вот газовые, ручная, дуговая, МИГМА, КТИК, то это нужно... Как вот я тоже выпускник Баумовского университета, МГТУ, МВТУ еще, 1988 года выпуска кафедры сварки, подтверждаю, что мы проходили практику и на разных машинах, и разных оборудований, вот здесь тоже предусмотрено, что инженеры должны проходить практическое обучение, не только теорию. Что касается сварщиков, ну вы понимаете, что в теории сварщика не обучить, ему обязательно нужна практика. Вот по международным правилам сварщики разделяются на три уровня, сварщик угловых швов, более высокий сварщик пластин, и самый высокий уровень сварщик труб. То есть, чтобы достигнуть сварщика труб, необходимо пройти все практические обучения для угловых стыковых соединений. Как пример, здесь вот для сварщика угловых труб вы видите количество часов, которые необходимо пройти сварщику для того, чтобы освоить разные виды сварки, способы сварки, и видите РДС, это 140 часов обязательно, МИГМАК 180 часов, ТИК, то есть вольфраумовым электродом в инертном газе, 100 часов обязательно практического обучения. Коротко, чтобы вы поняли, что это сварка в различных положениях, различных, вот если угловые швы, опять я здесь даю пример, то в разных положениях сварщик должен заварить сварный шов, и кроме того, обязательно проводится по окончанию испытаний, то есть не только визуальный контроль, ну и различные испытания, и разрыв на изгиб, радиография, то есть определяются и внутренние дефекты, чтобы сварщик понимал, что не только наружные дефекты могут быть в шве, но и внутренние дефекты. То есть вот это в практическом обучении обязательно применяется в международной системе. Ну и так как время у меня ограничено, я резюмирую, что может дать международная квалификация, скажем, учебного заведения, высшему учебному заведению. Ну, как я уже сказал, идет интеграция российского профессионального образования в международное образовательное пространство, то есть это стратегия развития профессионального обучения в России. Также создаются условия, которые способствуют повышению степени соответствия профессиональных квалификаций выпускников требований международного рынка труда, то есть выпускник получает международную квалификацию. Ну и, естественно, имидж учебного заведения повышается. То есть у нас, например, в России пока только один Тульский госуниверситет работает по этой системе, но сейчас уже на подходе московский политех тоже будут проводить квалификацию международных инженеров по сварке. Ну, думаю, и кто-то заинтересуется из вас тоже вступить в эту систему. Для выпускника, естественно, он получает знания международных стандартов в области как технологии сварки материалов, сертификации, аттестации, составляющих сварочного производства. То есть оборудование, технологии, персонала. То есть вот это международный именно опыт, международный стандарт. Трудовая мобильность, то есть он подтвержденный международной квалификацией, он может устроиться на работу, ну, в том числе и за рубеж. И, конечно, для него это возможность трудоустройства хорошую компанию, ну и, естественно, более высокая заработная плата. Для предприятия это наличие персонала с международной квалификацией. Вы знаете, что есть стандарты у нас по сертификации сварочного производства, ISO 3834 и ЕМ-15085, это железная дорога, где прямо прописано, что должна быть международная подтвержденная квалификация. Возможность выполнения иностранных заказов, ну и международных тендеров. То есть вот это очень коротко, я ограничен во времени мои координаты, многие знают, кто не знает, может ко мне обращаться, дам более полную информацию. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Васильевич. Я правильно понимаю, что отучившись на программах, существующих программах бакалавриата и магистратуры, которые уже есть в университетах, выпускники уже могут прийти к вам для того, чтобы пройти дополнительные курсы, получить сертификат международный по сварке в той или иной области. Да, если у меня есть немножко времени, я объясню эту систему чуть подробнее. Значит, на выходе получают диплом, не сертификат. То есть диплом – это на всю жизнь, как мы получаем диплом в университете, это наши квалификации. У меня диплом МГТУ, еще раз повторюсь, оборудование технологий сварочного производства, инженер-механик. Здесь получается тоже международный инженер по сварке, например, если мы говорим об инженерах. Кто имеет право доступа? Вот бакалавриат закончился, человек, вот у нас есть 15-03-01 машиностроения, например, такая специальность, и он поступает в магистратуру, и параллельно он может осваивать программу Международного института сварки. На выходе по окончании магистратуры он получает диплом магистра и диплом Международного инженера по сварке. Вот так действует эта система в Тульском госуниверситете. То есть студентам дочитываются те лекции, те материалы, которых нет в учебной программе ВУЗа, а которые есть в учебной программе МИСа, Международный институт сварки. То есть повторно не идет обучение, только дочитываются те моменты, которые должны быть покрыты программой МИСа, скажем, сертификацией СУ-38-34 и так далее. Это один путь. И второй путь есть, альтернативный путь, некоторые тоже знают, для тех специалистов, которые уже имеют наше российское образование техническое, не обязательно сварочное, это связано с металлообработкой, судостроением, машиностроением, авиастроением, ПГС. И у них есть возможность, если у них есть опыт, пройти более короткий путь, только изучая международные стандарты, различные международные стандарты в области сварки. Экзамен получает точно такой же диплом. Вот это краткое описание этой системы. Я понял. Мы, к сожалению, немного ограничены во времени. Очень интересная такая надстройка над обычным высшим образованием. Поэтому, в принципе, наверное, может быть кому-то из коллег из университетов это будет интересно, и можно будет по этому поводу посотрудничать. Мы движемся дальше. Если у кого-то будут еще вопросы к Александру Васильевичу, тогда можно будет в блоке дискуссии в конце нам еще раз вернуться и обсудить. Значит, мы движемся дальше. У нас следующий спикер – это Каберник Николай Владимирович, профессор, доктор кафедры технологии сварки и диагностики МГТУ Минибаумана. Николай Владимирович, здравствуйте. Тут у нас все представляются. Я закончил Бауманку в таком-то году. Я думаю, что вы тоже ее закончили. Я вот не заканчивал. Вот как-то так вышло. Так что, Николай Владимирович, пожалуйста, расскажите нам, как вы готовите специалистов. Будем очень рады. Вам слово. Хорошо, спасибо. Надеюсь, меня слышно. Коллеги, здравствуйте. Очень приятно многих видеть, к сожалению, в связи с последними событиями. Мы все меньше и меньше встречаемся. Ну, хотя бы вот таким вот образом мы имеем возможность увидеть друг друга. Да, я представляю МГТУ Минибаумана, кафедру технологии сварки и диагностики. Очень приятно, что сегодня уже несколько раз ее вспоминали. Кафедру у нас возглавляет Николай Павлович Алешин, академик РАН кафедра. В отличие от тех кафедр, которые сейчас здесь представлены и будут говорить о себе, у нас кафедра готовит специалистов. Мы работаем по документам, которые регламентируют именно подготовку специалистов, а не бакалавров. У нас обучение, как это было раньше, продолжается в 6 лет. В последние несколько лет мы набираем небольшую группу магистратов. У нас в год 5 человек, и мы готовим по направлению машиностроения. Преподавательский состав у нас достаточно обширный. У нас где-то в районе 25-27 человек варьируется. Вот сейчас у нас на сегодняшний момент это 27 человек. Это достаточно большая кафедра, которую нам удается таким образом удается поддержать, такой состав. Количество студентов у нас в общей численности получается где-то в районе 200 человек, которые обучаются у нас на разных курсах. Что касается нашей темы, основной темы нашего круглого стола, сегодня уже говорили о том, что в разные года, когда выпускники разных лет говорили о том, что у них было много практических занятий. Традиционно в МГТУ имени Баумана такой подход используется не только на кафедре Сваркина, но и на других специальностях. И мы, в свою очередь, стараемся держать марку и продолжать использовать практические задачи, условия для того, чтобы студенты обучались. Это и обширные у нас лабораторные работы, это семинарские занятия, где также студенты выполняют какие-то практические задачи. Также у нас с первого курса есть такой предмет интересный, это учебно-технологический практикум, где студенты знакомятся со всеми технологиями наш настроения, это и литье, и обработка давлением, и резанием, ну и, естественно, и сварка, где они практически работают на том оборудовании, которое позволяет реализовать эти технологии. Мы в МГТУ имени Баумана относимся к университетам, которые имеют возможность готовить по собственным стандартам. Это дает нам возможность более широко менять программу или разрабатывать программу, в которой учитываются более обширные часы, которые тратятся на подготовку именно по сварке. Да, у нас достаточно большой объем часов уходит на теоретические основы в сварке, но и практически моменты мы стараемся закрепить. Несколько лет, ну, наверное, вот я пытался, когда сегодня готовился к этому выступлению, пытался посчитать, сколько лет, ну, больше 10 лет. У нас есть интересный предмет, он называется практикум по сварке, несмотря на то, что это название его практикум, но это дисциплина, которая состоит из лабораторных работ, где студенты в течение 34 часов академических у нас занимаются практической работой, выполняют сварку, ручной дуговой сваркой, покрытой электродом. Здесь мы привлекаем специалистов, точнее, учебных мастеров или мастеров производственного обучения, которые в течение этого времени работают со студентами. Конечно, мы не готовим сварщиков, они не получают какой-то уровень или разряд, как было раньше. Наша задача немножко в другом. Наша задача, чтобы студенты ознакомились с процессом сварки, непосредственно подержав в руках электрод, поварив, не сжигая один электрод, а пачку электродов, чтобы они сожгли и почувствовали, что это за процесс. Да, конечно, лучшие студенты получают некоторые навыки по сварке ручной дуговой, но это не сама цель в данном случае. Конечно, большую роль у нас играет привлечение студентов к научным работам. В МГТУ и в центре, который находится при МГТУ Нимбаумана, у нас ведутся различные научные работы, и в данном случае мы привлекаем студентов для того, чтобы они поучаствовали в этих разработках. Что здесь происходит? Прежде всего, это разработка оборудования, причем не только сварочного, но и оборудования для неразвышающего контроля, и где студенты непосредственно участвуют в этих разработках, имеют возможность поработать со современным оборудованием, которое находится на передовые разработки. Также мы очень обширно работаем с различными предприятиями, работодателем. Здесь это практика. Практика, где у нас студент имеет возможность ознакомиться с работой инженера-сварщика, потом, когда он заканчивает университет, идет, соответственно, выполнять те функции, которые он должен выполнять. И здесь у нас есть некоторое изменение. Если вот традиционно сегодня вспоминали выпускников былых лет, то традиционно у нас был подход такой, что мы на практику подбирали предприятия достаточно большие, которые готовы принять большое количество студентов. Эта группа была где-то от 10 человек и более. И вот такими группами студенты попадали на практику. В этом случае немного терялась заинтересованность самого предприятия, которая принимает такое количество человек, и терялась именно качество практической подготовки. Сейчас мы эту ситуацию немножко изменили. Вот на протяжении уже двух лет мы принимаем заказы, заявки от различных предприятий, и при этом не отчураемся небольших предприятий, которые готовы взять у нас одного-двух студентов. Слава богу, ВУЗ имеет возможность обеспечить дорогу студентам даже в другие регионы и обеспечить проживание студентов в других регионах. В данном случае мы получаем возможность распределения студентов по базам практики, где база практики сама по себе заинтересована в этих студентах. Они активно работают со студентами, а лучшие студенты даже находят и работу на этих базах практики. По статистике у нас на пятом курсе студенты, уже, наверное, процентов 60 студентов, находят свои рабочие места, начинают потихоньку работать на предприятиях, связанных с сваркой в том или ином виде. И после шестого курса уже практически все 100% у нас студентов уже трудоустроены по этим направлениям. Студенты из баз практики привозят нам задания, которые интересны и студентам, интересны и базам практики. И эти задания студенты развивают в рамках курсовых проектов, ну и, соответственно, в дальнейшем в дипломном проекте. Таким образом, мы стараемся поддерживать нашу связь с работодателем, мы стараемся практическую часть обучения оставлять на должном уровне и не переходить на чисто теоретическую подготовку специалистов. Как сегодня об этом говорилось, конечно, это невозможно подготовить специалиста сварочного производства, инженера или бакалавра, магистра, который совершенно чисто теоретически. В продолжении или в качестве предложения я бы хотел бы на этой площадке озвучить такую вещь, хотел бы услышать обратную связь в качестве дискуссии, тем более, что мы сейчас работаем в рамках WorldSkills. Возможно, на наш взгляд, достаточно интересным была бы организация межвузовского какого-то конкурса для наших студентов. Это позволило бы и повысить мотивацию студентов самих, также повысить мотивацию, наверное, и преподавателей, для того, чтобы развивать свои дисциплины в университетах. Конечно, понятно, что здесь есть большая проблема, связанная с тем, что каждый вуз готовит по своим программам, в том, что есть вузы, готовящие по системе бакалавриат-магистратура, есть такие вузы, как мы, готовящие, мало того, что по программам специалитетов, это еще в соответствии со своими внутренними документами. Но, тем не менее, на наш взгляд, такое развитие было бы интересно. Конечно, необходимо продумать вопрос тех заданий, которые мы бы предлагали нашим студентам, выпускникам, они должны быть каким-то образом довармонизированы, и не выдаваться за рамки тех программ, которые читаются, тех дисциплин, которые читаются в вузах. Иначе это получится, мы должны не только студентов подготовить, но еще как на некоторых конкурсах приходится отдельно готовить студента или конкурсанта отдельно по этим направлениям. В связи с периодичным временем, я вот иду так достаточно быстро, все это рассказываю и завершаю свой доклад, свой рассказ. Если есть вопросы, я готов ответить. Если нет, значит, в рамках дискуссии я бы хотел обсудить мои предложения. Спасибо большое, Николай Владимирович. Если кто-то из коллег хочет высказаться, ну, что-то короткое, если по возможности, пожалуйста, можно задать сейчас или спросить, или как-то сформулировать, предлагаю вопрос по международному конкурсу, да, вот такому, оставить в дискуссию, или, когда будете выступать, уважаемые коллеги, если не сложно, можете там свое мнение о каком-то таком проекте высказать. Мы, как бы, заранее могу сказать, что компания ИСАП в таких моментах тоже заинтересована, и это могло бы стать замечательным предложением для нашей резолюции, там, при обращении за поддержкой в министерство и депутаты, да, чтобы придать статус этому мероприятию. Поэтому, в принципе, все вполне реально. Короткий вопрос, можно? Да, да, давайте. Да, Мулин, Александр Васильевич, у меня вопрос такого плана. Ну, вот, в моем докладе прозвучало, что весь мир идет гармонизация учебных программ. Вы, если я правильно понял, сказали, что вузы учат по своим собственным программам. Вот, как это влияет? Влияет это как-то на качество обучения, на конечный продукт, то есть студента, который получает знания и который выходит потом в промышленность? Вот как это читают по разным программам? Это вы считаете правильный путь или все-таки что-то нужно делать? Ну, наверное, все-таки каждый вуз нацелен на получение определенного качества, да, студента и направлен на определенные отрасли. Поэтому и подготовка в разных вузах, вот именно, как вы говорите, отличающейся, она все-таки имеет место быть. У нас нормативно закреплено то количество часов, та возможность, где мы можем в рамках вариативной части, да, друг от друга отличаться. Я считаю, что это, конечно, правильно и важно. Что касается международных дел, то вот был у нас проект, некоторые здесь коллеги присутствуют, которые участвовали в разработке такого проекта, где мы анализировали, очень внимательно анализировали программы Международного института сварки с своими программами, причем здесь участвовала в анализе не только программы наши, которые мы реализуем у нас на кафедре, но и нескольких других вузов, ведущих вузов страны. И наш анализ показал, что во многом программы и бакалавриата, и специалитет, они во многом перекрывают международные программы подготовки. И единственное, где у нас есть отличие по программам, это, конечно, международные документы. Наши вузы не читают в своих дисциплинах, ну, во всяком случае, те вузы, которые мы анализировали, программы, которые мы анализировали, они не рассказывают о международных документах в том объеме, который необходим по международным требованиям. А так, в принципе, наши программы, они и бакалавриата, и специалитет, тем более, во многом перекрывают, и практически чаще, в том числе. Спасибо. Спасибо. Еще один короткий вопрос задать, можно? Давай, конечно. Предприятия каких отраслей и промышленности приглашают студентов пройти у них? Прием, меня слышно? Алексей Борисович не успел задать вопрос. Я, в принципе, понял, в чем вопрос состоял. Здесь очень сложно сказать, именно какая-то определенная отрасль, куда у нас ведут выпускники. У нас выпускники очень в широком диапазоне устраиваются. Это и наши нефтегазодобывающие организации, это и много выпускников, которые работают в Росатоме, это много выпускников, которые работают в автомобилестроении и так далее. По сути дела, баунсов можно встретить очень в многих различных предприятиях, даже там, где, собственно говоря, их не ожидаешь. Некоторые и дальше растут и попадают уже в министерство, ведомство Российской Федерации. Так что вот определенного какого-то направленности именно по отрасли у нас нет. Поэтому у нас и вот эта теоретическая, скажем так, подготовка или подготовка, связанная с основами теоретическими сварки, она достаточно обширно представлена в наших программах. Спасибо, Николай Владимирович. Давайте двигаться дальше, коллеги, потому что мы уже так по времени начали смещаться. Конечно, да, хотел заметить, баунсов, да, можно встретить много где, везде и так далее. Я вот заканчивал МГТУ Станкин и хочу заметить, что премьер-министр Михаил Мишустин тоже выпускник МГТУ Станкин и тоже технарь. Так, за державу было немножко обидно. Давайте двигаться дальше. Так, в порядке юмора. Значит, следующий у нас спикер Петров Сергей Юрьевич, начальник Головного центра сварочных технологий на транспорте, Российский университет транспорта, он же широко известен как МИИД. Вот, Сергей Юрьевич, рада вас слышать, видеть. Пожалуйста, поделитесь, как у вас дела. Ну, я бы хотел сказать, что тот самый классический МИИД, который был раньше и известен всем, он с 2018 года приказом министра транспорта преобразован в Российский университет транспорта. И вообще-то говоря, первоначально в рамке МИИД мы готовили специалистов для железных дорог. Сейчас поставлена задача готовить специалистов для всех федеральных агентств, а именно это морской и речной, федеральное агентство морского и речного флота, авиационного, Росжилдор, ну и так далее. Поэтому, конечно, номенклатура расширяется. Более того, нам приходится координировать, соответственно, деятельность тех вузов, которые входят в систему, будем говорить так, Минтранса. А это Хабаровский, Иркутский, Новосибирский, Свердловский, ну, соответственно, Московский, Санкт-Петербургский университеты путей сообщения. Сейчас в университете Перина Академия водного транспорта города Москвы, ну и так далее. На кафедрах открыты специальности автодорожные. Я не буду сейчас забегать вперед и говорить о том, какие планы стоят у министерства, но, тем не менее, кроме узкоспециализированной подготовки специалистов, как вы сами понимаете, круг специалистов и внедряемых отраслей, она расширяется. Что, собственно говоря, приводит к тому, что мы теперь должны ориентироваться не только на железнодорожный транспорт. И специфика как раз состояла в том, что у нас в основном упор был на сварку именно стали, а не цветных металлов, в отличие, например, от мати, ну, теперь маи, так скажем, и так далее. В этой ситуации, конечно, над нами тяготеет наше прошлое железнодорожное, но вот задачи, поставленные министром, такие. Прежде чем говорить о специфике проектного образования, я бы хотел частично, не стал сейчас забирать время у МВТУ, ответить на вопрос, собственно говоря, Мулина Александровна Васильевича. Дело в том, что на самом деле, действительно, в соответствии с указом президента, ряд вузов имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные программы, ну, к которым, собственно говоря, как вы слышали, относятся МВТУ, собственно, Российский университет транспорта, ну, и ряд других. Александр Васильевич, дорогой, это как раз, может быть, и позволяет этим вузам быть несколько впереди других для того, чтобы вот ту самую адаптацию международных стандартов и нашего образования сделать, и тот опыт положительный, которым я, собственно, знаком, и вы меня знакомили, ваш с Тулой, можно было бы распространить в первую очередь как раз вот на те вузы, которые подпадают под указ президента. Ну, это в качестве некоторого обсуждения, так скажем. Теперь то, что касается существа этой конференции. Ну, надо понимать так, что организаторы приложили много усилий для того, чтобы подготовить и вот сейчас провести эту конференцию, за что им, конечно же, большое спасибо. Но мы можем говорить об интересах, так скажем, наших кафедр, наших вузов, но, наверное, организаторы от нас ждут чего-то другого, а именно совместного продвижения, в том числе и их бизнеса, наверное. В связи с этим я бы хотел сказать, что в связи с принятой программой цифровая экономика России, что мы имеем? Мы имеем то, что сейчас вузы отстают в некоторых местах с точки зрения подготовки инженера. О чем идет речь? Дело в том, что сейчас к инженеру-технологу, а сварка – технологический процесс, соответственно, к инженерам-сварщикам появляются несколько другие требования. Сейчас все больше, допустим, на заводах Трансмашхолдинга, ну и других судостроительных заводах, мы это знаем, внедряются комплексы, где по цифровым каналам инженеры должны, технологи, задавать режимы, и сварщик не может, исходя из каких-то там своих предпосылок, например, для того, чтобы быстрее гнать продукцию, изменять параметры режима. Или он может их изменять, но под специфику сварщика некоторые любят варить чуть на больших токах, я, например, люблю варить на чуть пониженных токах по сравнению с классикой, ну и так далее. Вопрос-то состоит в том, что управление комплексом сварочного оборудования в цехах, назначение технологий в этих новых программных средствах и коммуникативных средствах связи, собственно говоря, это то, что сейчас уже стоит на заводах, и то, чего практически нет ни в каких вузах. Просто ни в МВТУ, ни у нас, к сожалению, и так далее. Поэтому это, конечно, один из вопросов, и вот в качестве перспективы, может быть, развития для фирмы ЕСАП, как раз, это направление должно быть, может быть, внедряться в том числе в вузах с их оборудованием, и это перспектива на ближайшие годы. Это во-первых. Во-вторых, ну, конкурсы, наверное, которые предложены здесь целесообразно рассмотреть, но я бы хотел отметить другое. К сожалению, к сожалению, да, подготовка инженеров-сварщиков идет. Там 50 кафедр и так далее и того подобного. Я немножко в сторону хочу отойти и сказать, что вообще-то говоря, в октябре месяце на выставке ВЭЛДЭКС-2019 прошло общероссийское совещание сварщиков. И фактически вот та тема, которая сейчас подята вот в нашей беседе, в нашей конференции, она рассматривалась на конференции, которая проходила в нашем университете 18 августа. Значит, координационный совет по сварке, который создан, имеет полномочия общероссийского совещания сварщиков на все кафедры и во все вузы, собственно говоря, материалы и резолюции вот той самой конференции 18 августа, а там она называлась «Сварка. Подготовка специалистов различного уровня». То есть вот наша конференция, она с той перекликается. У меня просьба ко всем присутствующим спикерам и слушателям, которые подсоединились, найти тот материал, который имеется на почтах университетов всех кафедр, где есть кафедры сварки. Посмотреть, собственно говоря, и это будет способствовать уже готовый есть документ, резолюция по развитию сварки. Там, в частности, отмечалось, что страдает лабораторная и учебно-методическая база. Вот УМО, Минобра, который находится при МВТУМИ Баумово. Я вот говорил на той конференции, повторюсь здесь. Мы учим инженеров, но учебный процесс подразумевает не только оборудование, о котором я говорил, но и учебно-методические пособия, книги, учебники. Мы же учим по учебникам 30-40-летней давности. Что сделало УМО? Вышли мы на Минобор, куда-то. У меня есть предложение все-таки, чтобы из нашей конференции, которая сейчас проходит, были практические предложения. Одно из практических предложений я сделал прямо организаторам. Второе. Это, собственно говоря, УМО по сварке выйти на Минобор с точки зрения разработки плана написания новых учебников с учетом того 30-40-летнего опыта развития сварочного производства, которое произошло. Ведь раньше, допустим, Куркин Сергей Александрович вместе с Хоумом издали справочник по используемому оборудованию, оснастке. Это же все было. В свое время Институт электросварки Патона раз в год или раз в два года издавал такие синие книжки, сварочное оборудование, если вы помните, коллеги. Сейчас этого напрочь ничего нет. Кстати, и наши организаторы бы туда тоже могли бы войти, и, собственно говоря, это была бы им определенная реклама и расширение сферы бизнеса. Теперь, то, что касается, ну, еще одно лирическое отступление, конечно, это то, что нас поддержала Дума, конференция, которая проходила в Российском университете транспорта, с точки зрения решения президиума РСНТО пятилетней давности, еще когда был Стеклов Олег Иванович, о том, чтобы 29 мая сделать днем сварщика. В России, общероссийским праздником. Ну, а теперь то, что касается непосредственно подготовки, непосредственно у нас. Значит, конечно, есть специфика, она может быть несколько проще. Почему? Потому что у нас есть заводы, допустим, того же трассмашхолдинга, есть рельсосварочные предприятия, потому что есть специфика. К примеру, маленький такой, сварка рельс. В Англии существует целый институт сварки рельсов. Значит, здесь мы можем направлять на наши рельсосварочные предприятия студентов, где они могут смотреть то оборудование, которое там используется. Но есть беда. К сожалению, в отрасли у нас сваркой занимаются локомотивщики, путейцы, электрики, кто угодно. Специалистов по сварке катастрофически не хватает. Просто катастрофически не хватает. Рассуждают все банально и просто. Вот горит дуга, искры летят, вот они уже все специалисты в сварке. Понимаете? Но хотелось бы сделать второй совет нашим организаторам. Благодарность за то, что они организовали эту конференцию. К сожалению или к счастью, технология ручной дуговой сварки сейчас в гаражах, может быть, она и востребована в общебытовом плане и так далее. Но если говорить о серьезном бизнесе и о серьезных предприятиях, то необходимо все-таки больше обращать внимание на специализированное оборудование, допустим, по реализации контактной сварки, плазменной резки и так далее. Вот сейчас, кроме подготовки сварщиков, ручной дуговой сварки, мы же говорим о подготовке инженеров. И, соответственно, с этим надо повышать этот уровень, что требует уже время. К сожалению, научно-педагогический состав отстает в этом плане. И более того, мы столкнулись с чем? Мы столкнулись с тем, что в разных вузах преподаватели, закончив и МВТУ, и МИИ, и защитившись у себя там в советах, они используют различную терминологию. То есть достаточно вольно трактуют ГОСТы. Самый банальный пример. Относится к такому общераспространенному термину, как зона термического влияния. Понимаете? До сих пор в методичках и в учебниках встречается околошовная зона. Да она еще в 1974 году в Советском Союзе, в ГОСТах, которые разработал институт Патона, была этот термин, околошовная зона, запрещен. Прямо прописано. Когда стандарты имели обязательный характер применения, этот термин был запрещен к использованию. Он же до сих пор используется. Более того, допустим, Погодин Алексеев еще в 1941 году четко описал строение, классическое, которое вы все знаете, зоны термического влияния. Шесть участков, там, не буду сейчас о них говорить. Разных почебников идет путаница. В одном случае в зону термического влияния включают участки, связанные со структурным превращением. С другой стороны, говорят о механических свойствах, твердых мягких прослойках. То есть идет каша. Вот надо наводить в этом плане порядок. Потому что любая профессия, медики разговаривают и используют свою терминологию. Сварщики должны использовать свою терминологию. Но если мы даже вот между собой разговариваем на разных языках и понимаем под зоной термического влияния бог знает что, а не то, что трактуют там ГОСТ-2601 или другие стандарты, понапринятые в последнее время. Раньше в Советском Союзе был один ГОСТ, теперь у нас шесть ГОСТов по терминологии и так далее. Вот с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Поэтому надо спокойно проанализировать стандарты, учебно-методические материалы и выработать стратегию подготовки, комплексной подготовки и изменения или совершения создания программ подготовки инженеров. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Юрьевич. Если есть вопросы, я готов ответить. Коллеги, если есть вопросы, давайте либо мы продолжим и вернемся к вопросам уже, когда будет раздел вопросов и дискуссий. Потому что мы уже хорошо выбиваемся из тайминга. Есть у кого-то что-то? Давайте вопросы. Да, давайте. Мне послышало, что есть вопрос. Спасибо. Нет, давайте вопросы, может быть, в конце тогда обсуждения. Да, давайте, давайте в конце, все хорошо. Спасибо, Сергей Юрьевич. Станислав, извините, пожалуйста. Извините. Я одну реплику и все. Я еще раз вас, уважаемые коллеги, прошу. Значит, координационный совет, сварка, общероссийского совещания сварщиков, разослал в УЗы все материалы. И протокол общероссийского совещания сварщиков, и протокол совещания в Омске общероссийского, и материалы, видеозапись конференции, и проект решения. В связи с этим хотелось бы познакомиться. Если у кого-то будут какие-то вопросы, направляйте их в секретариат координационного совета. Мы готовы к взаимодействию и будем помогать решать эти вопросы. А фирму ИСТАП еще раз благодарю за организацию конференции. Спасибо. Спасибо, Сергей Юрьевич. Мы со своей стороны готовы тоже поучаствовать в коммуникации. У нас какие-то материалы есть, но в любом случае контакты Сергея Юрьевича и перечисленных организаций у нас тоже есть, и мы можем помочь всем найти общий язык. Спасибо большое. Мы движемся дальше. У нас Олег Евгеньевич Капустин, заведующий кафедрой сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений Российского государственного университета нефтегаза имени Губкина. Пожалуйста, Олег Евгеньевич, как ваши дела, как настроение? Вам в этом году 90 лет в смысле университету. Мы очень рады вас слышать. Спасибо. К сожалению, из-за определенных событий юбилей отпраздновать не удалось, но факт имел место. Давай дальше. Ну, начну с чего, что поздравить хочу всех представителей высшей школы, если нас слышат средние специальные учебные, с началом, после этого перерыва длительного учебного года, 1 сентября. Я закончил Московский институт нефтехимической промышленности. Кафедра называлась тогда нефтегазохимическое аппаратостроение. После того, как Олег Иванович ее возглавил, мы занимались плотно сваркой и защитой от коррозии. Это морские платформы, сотрудничество с ленинградскими предприятиями, это морские суда и так далее. Последние годы мы называем сваркой мониторинг-институт газовых сооружений. Как и в других вузах, у нас разные направления, определенное значение уделяется повышению квалификации специалистов Газпрома. У нас тоже есть проблема, когда отделы главных сварщиков нефтегазовых подразделений нефтегазовых возглавляют люди со строительным образованием и непрофильным. Вот сейчас эта программа тоже реализовывает, если говорить об этом. Дальше, пожалуйста. Значит, ну профили показаны на картинке, поэтому те, кто близок к науке, кто хорошо учится, могут в лаборатории в этом направлении повышать свою квалификацию. Давайте дальше. Это вот Олег Иванович Стеклов с коллегами. Эта группа Газпрома закончила очередной курс повышения. Давайте дальше. Ну, научное направление – это сама сварка, это Баваненкова Ухта, разработка технологий, совместно с МГТУ-мини-Бауменой в ней газом. Ну и вот то, чем мы с Олегом Ивановичем занимались, это разрушение трубопроводных морских сооружений и других нефтегазовых конструкций. Давайте дальше. На плакатах все видно. Давайте лаборатории посмотрим, чтобы не задерживать. Назад, вот сейчас, секунду. Большое направление связано совместно тоже с МГТУ-мини-Баумена, с коллегами. Это моделирование сварочных процессов, чтобы сэкономить на количестве образцов. Термические циклы, диутометрия. Давайте дальше. Механические свойства, металлография, микротверность. Давайте дальше, не будем задерживать. Дальше. Вот те студенты, у которых есть желание, независимо, бакалавры, магистранты, аспиранты, у них возможность широкая. К сожалению, таких сейчас насчитывается не так много. Одна из проблем, которую сразу можно заметить дальше, 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 дальше. Это желание, начиная с первых курсов, заработать немного денег. И несмотря на нашу, подожди здесь, на нашу агитацию, конечно, трудно бороться с этим явлением, когда люди работают, но в самом хорошем случае продажи каких-то нефтегазовых элементов, задвижек и так далее. Но мы боремся, но не всегда побеждаем. Вот здесь стенды показаны. Я хотел спасибо сказать кафедре сварки МГТУ. Эта идея принадлежит профессору, тогда еще аспиранту Макарову, потом Крукину. Там была идея, у них элемент ракеты стоит, а мы ее вот на бок положили, вместе с Газпромом сделали маленький элемент трубопровода с нанесенными элементами его ремонта. Этого дела возглавляет нас профессор Макаров. Дальше давайте это время. Это дальше всем понятно. Все, давайте. Значит, если говорить о практической подготовке, значит, первый курс на базе колледжа 21 удостоверение рабочего сварщика, на втором курсе посещение предприятий таких как ЗИО, таких как Центр в Гагарине, то есть, чтобы студенты видели реально, где они работают и какие требования предъявляют профильные организации. На третьем курсе, спасибо Булину Александру Васильевичу, значит, мы с их помощью обучаем студентов ультразвуковому контролю и получают они официальное удостоверение, позволяющее дальнейшим тоже работать. Ну, четвертый курс преддипломной практики. Очень вот заинтересовала информация о Тульском нашем университете, о том, что там параллельно с учебой идет подготовка по линии МИСа. Мы вот с Олегом Ивановичем пытались сделать, но массового у нас не получалось. Поэтому, когда Александр Васильевич будет отвечать, хотелось спросить, ребята сами оплачивают обучение или университет как-то в этом участвует. Я считаю, что это очень интересная идея. Мы магистрантов первого курса возим, стараемся возить на Балтийский судоремонтный завод в Таллине. И там высочайший уровень всех видов резки, всех видов сварки, о чем вот коллега Петров говорил, как бы космический уровень. Естественно, европейские все дипломы. Работают в основном там, ну, мягко говоря, русскоязычные рабочие инженеры. И уже вот магистранты первого года видят, что такое настоящее сертифицированное, строгая производство с отгрузкой во все страны мира. И вот то, что Мулин рассказывал, чрезвычайно интересно. Тем более уже нашим двум магистрантам, хозяева завода, сделали предложение и на завод перейти, и в инженерный центр в Тлайпиде. Вот помимо того, того, что мы, как и правильно сказали, на первом курсе и на дальнейшем все виды ручной сварки, значит, у нас есть база в Подольске, которую помог сделать Мособлгаз. Там лежат реальные трубы с трассы, реальные машины термической резки, в том числе с программным управлением. И у нас вот профессор ВМТУ Николай Иванович Никифоров, он у нас сейчас этим занимается, возглавил эту базу. Проблемы. Ну, про то, что, к сожалению, работа не по профилю, она идет, а ведь вспомните, в медицине с первого курса студентов называют доктора. И вот эту мечту, я ее не могу никак реализовать. Я на лекциях, конечно, говорю, ребята, вы вот без пяти минуты инженеры, поэтому немножко посерьезнее надо подходить. Но идеально, вот как наша профессора Ефименко, она неделю работала, неделю училась, вот эта привязка к профессии, я всех поддерживаю, она нам безумно важна. Второе, то, что на совещании заведующих кафедр я поднимал, не все меня одобрили, значит, я считаю, если мы сварщики, я считаю, достойная профессия, нам всем нужно знание английского или немецкого языка, потому что литература, оборудование, документы сложные достаточно, особенно о сложных комплексах вы говорили, лабораторное оборудование, вот такие книги приходят, как правило, переводы сокращенные, оборудование дорогостоящее, и язык очень нужен, вот, поэтому вот, ну и проблема моя самая большая, в погоне за модными направлениями прием нас за последние 20 лет сократился с двух друг до половины группы, хотя у нас четыре доктора наук, оборудование великолепное, поэтому я считаю, это грубейшая ошибка сварки и резки в Россию еще на сто лет вперед. Спасибо ИСАБу за прекрасно организованное мероприятие, доклад закончен, готов ответить. Спасибо большое, Олег Евгеньевич, рада вас слышать. Очень много важных вещей подчеркнул, для себя вынес из того, что еще не говорили коллеги из других университетов, вот это замечание про необходимость знаний иностранных языков, действительно так и есть, большинство, к сожалению или к счастью, но это факт, литература, информации и так далее сейчас существует в международном пространстве не на русском языке, наверное, этот вопрос тоже нужно как-то решать. И о популяризации самой профессии сварщика и о том, что образ сварщика он не такой, какой он был, я не знаю, лет 50 назад, я могу только согласиться, аплодировать, потому что сам пять лет руководил приемной комиссией и прекрасно хорошо представляю, как видят абитуриенты и их родители свои специальности, очень часто они находятся во власти каких-то шаблонов, стандартов старых, которые сейчас уже не работают, сейчас это совершенно цивильные профессии. Коллеги, есть какие-то вопросы к коллеге Евгеньевичу или мы перейдем дальше? У нас, кстати, поступают вопросы потихонечку в оффлайне, в чате, я их слежу, выписываю, мы к ним обратимся в конце, когда закончим нашу основную часть. Как я понимаю, вопросов нет, давайте двигаться дальше, у нас в следующем заявлен Марков Сергей Петрович, заведующий кафедрой сварки судовых конструкций Санкт-Петербургского морского технического университета. Очень рада вас видеть, Сергей Петрович, расскажите, как вы? Здравствуйте, уважаемые коллеги, очень рад этой встрече, и хотел бы несколько слов начать не с доклада, а, может быть, комментарии, которые вот сегодня выступающие озвучили. Петров Сергей Юрьевич, вот, он как раз затронул вопрос, сразу скажу, что мы получили все документы, и вот, особенно, резолюция решения очень мне понравилась, по Координационному Совету. Должен сказать, что в Объединенной Судостроительной Корпорации ОСК есть тоже свой Координационный Центр по сварке, находится, ну, теперь это Курчатовский Центр Прометей здесь, в Санкт-Петербурге. И вопрос такой, что, конечно, инженеров, сварщиков сегодня не хватает, но вот в отрасли судостроения и в городе, может быть, конечно, верфи требуют вот все больше подготовленных на современном уровне с применением лазерных технологий новых, аддитивных, роботизации. Поэтому я бы сказал, что в Морском университете ну, вот это направление развивается. Может быть, потому что у нас сварщик и занимающийся лазерным направлением ректор, поэтому прием у нас на бакалавров дневная группа, вечерняя очно-заочная и магистратура идет по судостроению, но с направленностью сварки, так как приблизительно так половина бакалавров поступает на магистратуру по специальности судостроения, но профиль, как сегодня говорят, проектирования сварных судовых конструкций. И хотелось бы отметить про международное образование, то есть вся идея этой была, я ведь 25 лет тому назад, в 95-м, в 96-м, может быть, один из первых на немецком закончил в Германии в СЛФАО, это учебно-исследовательское учреждение в городе Росток, Мекклебург, Попомен, вот в командировке были коллеги в октябре Сергея Георгиевич, Николай Владимирович Каберник, как раз тоже обсуждались эти вопросы. Но надо себе, конечно, два слова добавить по этому поводу, то, что сказал Александр Васильевич Мулин, ведь тогда при объединении Европы выяснилось, что в Греции не готовили сварщиков, во Франции больше всего часов, в Германии такая средняя цифра 380 часов, и тогда было принято, особенно принимая во внимание, что в 30-е годы прошлого века основные аварии от резкого внедрения сварки были в Европе с жертвами. Сварка был признан в Европе специальным процессом, который требует аттестации от рабочих до инженеров, что, собственно, в других профессиях у нас это не замечается, у нас там какой-нибудь рабочий токарь ведь не проходит там каждые два года проверку, потому что вот эти вот дефекты, отсутствие качества приводит к катастрофическим разрушениям. Таким образом, я еще учился, был европейский, я получил европейского инженера-сварщика, но вся идея их тогда была, потому что это надо понимать, что это все платно, Европа понимает, что как бы я буду потом в русскоязычных странах в Прибалтике, что и было приблизительно 20 лет, когда в Европе только после таких вот курсов можно работать в области сварки. У нас это повышение квалификации полезные для меня и понятно, что сегодня, например, тоже ГОСТы по закону о техническом регулировании добровольны. Получается, у нас есть советское обозначение сварки и сегодня же у нас теперь переведено на русский язык аутентичный перевод обозначения европейские сварных швов. И уже были случаи, когда из Эстонии заказ был в России, а наши специалисты на юге не знают европейских обозначений, которые содержат там подвохи. Правильно все сделали. Я помню, меня привлекали экспертом на суд, кто прав, кто не виноват. Поэтому, конечно, гармонизация должна, она в ходе. Но с другой стороны, вот Сергей Георгиевич, я помню, мы знакомились, он заведующий кафедры сварки был, а сейчас реорганизация политехнического университета Петра Великого так произошла, что я так только еще и не знаю, выпускает сегодня кафедра сварки или она не выпускающая, вот мне тоже хотелось бы спросить. Таким образом, конечно, вуз наш, образованный в 30-м году, как вышедший из политехнического университета, факультет был такой, он значительно меньше, он специфический, он в 4 раза, наверное, меньше политехнического, а уж во сколько раз МВТУ, я не знаю. Но, тем не менее, такая специальность, как сварка, она позволяет ваше настроение распределять студентов, конечно, по различным предприятиям, различным отраслям. Но ориентация все равно идет на верфи, причем не обязательно Санкт-Петербурга, поэтому сегодня, уж говоря о практиках, которые у нас входят в учебные планы, и в Сероводвинск забирает там порядка, может быть, до 10 человек, конечно, оплата идет транспорта через университет, но там обеспечены студенты и здесь на верфи. Но надо иметь в виду, что не только ведь сварочные специальности на верфи, поэтому у нас есть преимущества. Мы и на машиностроительные предприятия, и сегодня частные предприятия. И вот эта проблема, которая, скорее всего, все-таки была в 90-е, когда в сварке работали не без базового образования, она сегодня в меньшей степени мне представляется, на всяком случае в тех организациях, верфях, предприятиях, где я сейчас был. Хотя до сих пор можно встретить людей, которые имели образование, там идут в магистратуру с целью какой? Вот работают в сварке, а нет образования. То есть я только хотел сказать по поводу практики по теме нашего на сегодняшнего заседания, что, конечно, у нас основные практики ведутся после каждого курса. Есть профессиональные школы сварки, еще созданные совместно с немцами, которые обучают, аттестуют по НАПСу, я знаю, и таким образом наш третий курс, практически вся группа идет туда учиться, с целью какой? Чтобы они не просто там попробовали, что, когда я помню, был молодым человеком и учился в Германии, там, да, мы по субботам полдня варили, четырьмя способами, там практика, шестьдесят часов. Ну, в принципе, как бы оценка шла не как сварщика там по дефектам, а, в общем-то, навыки должны получить мы были. А сейчас эти люди, которые наши студенты вот заканчивают эту школу, они получают все соответствующий разряд сварщика. Многие с этой радостью это делают, некоторые как практика обычная, но, во всяком случае, это как бы уже годами тут установилось, поэтому такой вот, такая практика есть. Дальше, конечно, сегодня проблема такая, что практика, скажем, после четвертого уже индивидуальна, потому что не считается Великов, который уезжает в свои предприятия по всей стране, а, конечно, приходится на малые предприятия, там, один-два, вот, возможность в городе здесь есть северные Вельфи, электродное предприятие ИСАП, ну, туда вот мы договорились, пойдет один или два студента и так далее. То есть, заранее, конечно, за полгода это идет переговоры и, как правило, там люди и находят свои возможности работать, ну, как минимум половина продолжает там работать. Таким образом, практика, она здесь нужна двояко, значит, как бы и трудоустройство. Я честно говорю, что вроде бы вуз не должен нести за трудоустройство, спрашивают, поэтому это еще один путь практического использования, практики использования как дальнейшего трудоустройства. Но, что бы мне еще хотелось сказать, конечно, с точки зрения вот специфики судостроения, сегодня действительно не только ручная дуговая шварка нужна, но сейчас уже два года создается цифровая верфь. Понятно, что ректор отреагировал как? С этого учебного года образовался новый факультет цифровые промышленные технологии. Ну и вот туда переходит сейчас такой период в сентябре часть преподавателей по лазерным технологиям, а с фарку пока ректор как бы тоже предлагает туда идти по слову промышленный, но пока вопрос еще обсуждается. Вот, таким образом, что бы я хотел сказать, что гармонизация вот с международным сообществом, она как бы я бы сегодня сказал нужна, но если скажем те, кто у нас из Прибалтики учились, вот были из Литвы, из Латвии, понятно, это русскоязычные люди, они получали здесь высшее образование, они были очень заинтересованы в этих международных вот курсах, я бы сказал, то сегодня ну в меньшей степени они не обязательны, но расширяют и очень важно, что ведь заказы до сих пор идут из западных стран и там, конечно, никакие там ГОСТы никто и не вспоминает, поэтому даже из этих соображений очень важно все-таки поддерживать эту систему. Я бы еще отразить вопрос непосредственно, который я услышал на последнем ученом совете, вот правда это в судостроении, не в сварке, значит, замдиректора Крыловского центра, это головной судостроительный институт, огромный, с бассейнами, там один бассейн три километра, сказал, что меньше всего сейчас будут востребованы в судостроении исследовательской специальности, а значительно востребованы технологические, это о чем говоришь, что прогресс возможно сделать только в технологиях, ну и он напрашивается сегодня в сварке, я уже назвал новые там типы технологий и значительную роботизацию, что и закуплено в общем-то какими-то путями различными, и конечно же вот возможность использования и компании и САП на их производственных площадках мне представляется достаточно перспективным, ну в принципе я бы мог еще что-то говорить, но я думаю я сокращу свой доклад в связи с тем, что очень интересные были вопросы, которые вот оповестили наши участники, ну и должен сказать еще только одно замечание, что тоже в связи с военным наверное кровостроением наш морской технический университет бывший кровостроительный получил право в прошлом году самостоятельно устанавливать образовательные стандарты конечно есть такая возможность но я должен сказать они же на базе федеральных государственных образовательных стандартов и сказать что там ну по некоторым дисциплинам есть свобода но в принципе конечно она позволяет вот именно вперед заглянуть потому что вопрос технологического образования уже в прошлом году обсуждался руководителями предприятий верфей и так далее что вот наши выпускники очень долго адаптируются надо как бы вперед двигаться ну понятно что вопросы учебников учебно-методических пособий конечно это все-таки мне зависит от людей от конкретной кафедры а ресурсы ну тут зависит тоже от предприятий но меня вот вызвал проректор по учебе уже в этом году и сказал как это вы можете основной сваркой судовых конструкций учебник 16 лет хотя он очень хороший но раз в 10 лет должен пересдаваться мы профинансируем давайте готовьте поэтому от людей зависит конечно как мы вот методически а финансов зависит конечно наше оборудование которое ну должно чуть-чуть вперед заплянуть чтобы мы уже готовили вот как бы с пониманием что цифровые верфи наверное трудно себе представить что там еще окончательно будет вот но технология она позволяет в общем-то я так понял прорывные вещи сделать в судостроении не на базе гидромеханики там теории корабля конструкции корпуса вот технологические вещи которые трудоемкие и так далее ну прошу спасибо за внимание прошу вопросы если будут спасибо большое Сергей Петрович еще раз рад вас видеть и очень важные темы затронули такие как цифровизация у нас кстати в вопросах которые нам задают наши наблюдатели да зрители вот они тоже спрашивали как цифровизация там диджитализация по-разному называть как она влияет на образовательный процесс меняются ли программы и так далее естественно такие тренды есть но в каждом вузе здесь решают по-своему эти задачи потому что когда мы говорим робот да робот когда мы говорим это же инженер сварщик будущий а что собственно в роботе и он должен запрограммировать все все отработать это дело это совершенно другой подход это даже не работа с автоматом если уже брать международную терминологию то у нас немножко не совпадает там полуавтоматическая автоматическая робот у иностранцев несколько другая квалификация поэтому важно знать конечно и вот международный подход и наш тогда можно найти еще по вопросу терминологии вы знаете я настолько поддерживаю что надо строго к этому относиться и вообще даже не то что в отрасли а в предмет когда мы спрашиваешь студента совершенно очевидно если студент не использует нужную терминологию значит ему очень трудно было этот предмет изучить вот я к чему веду речь потому что тогда мы будем говорить на одном языке если правильные термины применяют извините за то что я нет нет ничего очень импульсивно это очень приятно и еще один момент то что нам спрашивали и то чего мы коснулись то чего спрашивали наши зрители это вопрос связанный с интеграцией там стандартов фолтскилз подготовку высших учебных заведений здесь такой вопрос очень сложный тонкий требующий наверное отдельной вообще дискуссии обсуждений но если говорить коротко здесь очень правильно сказали коллеги в вузах все-таки готовят инженеров а в фолтскилз он больше про рабочие специальности и вот то что вы привели пример с роботом да то есть робот выполняет определенную программу а те режимы сварки по которым он работает скорости токи все остальное они программируются и ведь задача например специалиста в фолтскилз это донести и составить эту программу корректно и осуществить сварку роботом как инструментом а вот кто эти режимы назначает это как раз инженер и это то что ну к сожалению или к счастью плох по факту сейчас там движением в фолтскилз не охвачено это как бы следующая ступень это и есть разделение между средним и высшим образованием профессиональным поэтому здесь как бы такое заодно решил пассаж делать в адрес вопросов наших зрителей давайте двигаться дальше спасибо большое Сергей Петрович у нас следующий спикер Паршин Сергей Георгиевич уже его упоминали сегодня доктор-профессор институт машиностроения материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Сергей Георгиевич прошу прощения за задержку по времени так получилось дискуссия поползла немножко вот но очень рады будем вас услышать расскажите чем живете здравствуйте еще раз уважаемые коллеги спасибо во-первых организаторам конференции за возможность вот сказать участия в нашей встрече вот и всех рад коллег видеть хотелось бы кратко рассказать вот о ситуации и как у нас развивается наука и образование в политехе вот перед этим я хотел бы сказать то что вот я согласен и солидарен с предыдущими коллегами которые выступали по сути вопроса в частности мне понравилось выступление Петрова Сергея Юрьевича и Маркова Сергея Петровича я солидарен в том в той части что нам необходимо конечно усилить методическую работу в области сварки и вот в части для достижения успехов включая и цифровые технологии внедрения и активизацию этих вот новых современных направлений мешает некто наша разобщенность как коллег в области сварки это конечно не может тревожить и меня потому что ну мы коллеги в области сварки преданы ею вот и мы должны держаться вместе этот вопрос достаточно сложный требуется его дальше обсуждать и как-то решать кратко о политехе скажу следующее что политех является сейчас конечно ведущим центром научно-образовательным в стране и за рубежом и как всегда он находится на переднем крае внедрения передовых технологий в том числе и цифровизации этим объясняется трансформация нашего политеха и как вы знаете у нас в прошлом году введены высшие школы в том числе в институте в котором я работаю институт металлургии машиностроения транспорта сейчас он называется несколько по-другому была была проведена трансформация современное внедрение в высшую школу и кафедра теории технологии сварки которую я возглавлял длительное время она влилась в открывшуюся высшую школу физики и технологии материала но в принципе собственно говоря задачи наши не изменились мы также как и прежде ведем подготовку бакалавров и магистра в области сварки по двум направлениям первое направление металлургия традиционная для нас и этим мы очень гордимся и продолжаем традиции как вы знаете в этом году был выпущен спецвыпуск журнала сварка диагностика в котором мы представили не только наши статьи но и статьи о упоминании вклада профессоров которые создали кафедру в этом году также исполнилось 120 лет со дня рождения Акерблова Николая Аскаровича основателя нашей кафедры а кафедре самой исполнилось быть 90 лет основным направлением и отличием подготовки у нас инженеров сварщиков является углубленное теоретические знания в области металлургии сварки вторым направлением является машиностроение и мы готовим специалистов как по очной форме обучения так и позаочной общее количество выпускников в год в среднем составляет 60 человек также мы продолжаем подготовку аспирантов по направлению сварка родственные процессы и технологии вот в частности в этом году у нас запланирован выпуск 4 аспирантов и 3 из них в том числе это лазерщики которые мы думаем что они будут защищаться в новом окрышемся совете в морском университете что хотелось бы отметить ну каждый год мы наблюдаем существенный рост особенно последние 2-3 года студентов к научной и эмоционной проектной деятельности при этом мы замечаем что каждый год у нас увеличивает средний балл ЕЕ по поступлению организация учебного процесса в политехе предусматривает некоторую трансформацию которая отличается от классической формы подготовки ну сейчас мы делаем такой уклон который предусматривает активное участие студентов эсперантов в проведении НИОК также конечно традиционная подготовка это проведение лабораторных и практических занятий ну и в том числе в последнее время очень активно мы внедрили онлайн различные занятия это обуславливается необходимостью естественной вот но и вместе с тем вот эта форма онлайн образования она наверное в будущем будет нами применяться потому что она позволяет увеличить эффективность подготовки студентов сейчас важным является эффективность использования времени преподавателя и вот такие вот рода онлайн курсы или, можно сказать онлайн занятия с применением информационных технологий включая там в том числе и презентации дополнительные какие-то занятия они позволяют эффектив повысить эффективность подготовки образовательного процесса для всех категорий это студенты как бакалавры так и магистр ну и конечно аспиранты для повышения эффективности обучения вот практической направленности мы сейчас видим как бы и со стороны заводов очень большую востребованность в этом постоянно ведутся переговоры с различными предприятиями и в результате этих переговоров политехи в последние года создано достаточно большое количество вот наших так сказать вот различных центров в том числе создано студенческое Костусское бюро в частности вот в нашей высшей школе в которой семь кафедр мы открыли компьютерный класс по моделированию сварочных процессов центры открылись в политехе Кавасаки политех где значит студенты изучают робототехнику в том числе сварочных роботов Газпром не в политех центр потом мы вот последний центр который мы организовали это силовые машины политех во всех этих центрах активное участие принимают наши студенты аспиранты в том числе и по направлению сварка имеются также различные программы поддержки как стипендиальные программы так и программы поддержки страны магистров со стороны например вот металлургических заводов хотелось бы отметить что наше развитие связано в том числе и с многолетней спонсорской поддержкой которую оказывает национальное агентство контроля сварки в лице президента НАКС академика РАН Алешина Николая Павловича и в местных представительств НАКСа в лице директора РСЗМАЦ доцента Левченко Алексея Михайловича а также УНТС сварка в лице Ивановой Татьяны Анатольевны среди наших спонсоров которые поддерживают нас и активно помогают внедрять современные технологии это завод технологических источников а также компания ИТС и многие другие коллеги и спонсоры на основе объединения вот таких усилий мы держим планку по подготовке наших студентов востребованность таких специалистов наших выпускников очень высокая практически все ребята которые оканчивают я сейчас имею ввиду очную форму подготовки у заочников несколько другая система но очники все работают по специальности это либо металлообработка металлургия судостроение приборостроение в основном это конечно сварочные направления в области научных исследований которые мы сейчас реализуем в том числе и непосредственно с подготовкой вот наших студентов без них мы ни одну работу не делаем каждый вернее студент во время обучения это и бакалавры и магистры и аспиранты конечно они участвуют в выполнении неок наиболее важным сейчас является извините пожалуйста у нас просто сообщили организаторы сейчас что у нас максимум времени до 14 40 это 10 минут осталось поэтому я вот просьба резюмируйте по возможности в ближайшее время что у нас осталось каратеев ваше спасибо о том что сказать вот большей частью большое количество направлений о которых вы можете представить по нашим публикациям если кто-то заинтересуется то вы их увидите, те направления, которые мы реализуем, они, конечно, опубликованы. Это большое количество публикаций, монографий, изобретений и так далее. Несмотря на существенные достижения власти подготовки кадров и активизацию нашей деятельности и повышение мирового рейтинга политеха, ну, есть определенные задачи на будущее. Это, конечно, усиление международного сотрудничества, расширение и обновление лабораторной базы, внедрение проектного подхода при подготовке студентов-аспирантов и так далее, и так далее, и так далее. В этой связи дальнейшее развитие в этой области мы видим, в том числе, в создании совместных научно-образовательных центров с ведущими научно-производственными корпорациями, целевая подготовка кадров, ну и, конечно, проведение исследований в этих НОЦ. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Георгиевич. Извините, что так получилось со временем. Ну, вот, поползло, но, к сожалению, мы думали, что будет возможность подольше задержаться, но просто в 14.40 кончается трансляция физически. Вот, давайте тогда сейчас обойдемся без вопросов и предоставим слово Артуру Олеговичу Каратееву, заведующий кафедрой оборудования и технологии сварочного производства Белорусско-Российского университета в городе Могилев. Это, ну, пожалуй, ведущая организация в Белоруссии по обучению и науке в области сварки. И сам лично там был, очень приятные впечатления остались. Артур Олегович, будем рады вас слышать. Расскажите, как вы на практике готовите специалистов. Добрый день. Мне очень приятно, что попал на такую конференцию. Я немного разбавлю, наверное, вашу такую компанию, потому что все-таки я немного из другой страны. Я представляю Белорусско-Российский университет. Это учебное заведение является своего рода уникальным, потому что является межгосударственным образовательным учреждением. Он так и поэтому и называется Белорусско-Российский. В таком статусе он стал с 2003 года, и теперь он подчиняется у нас двум министерствам. Это наше Белорусское министерство образования и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Значит, я являюсь заведующим кафедрой сварки. Это классическое в таком роде понимание кафедры. Это кафедра оборудования технология сварочного производства. И, в принципе, она сохранила традиции еще, скажем так, в советских времен. Мы ее никак особо не модернизировали и ни во что не превращали. Значит, подготовка специалистов у нас ведется по двум основным направлениям. Это по образовательным стандартам Республики Беларусь. Это у нас классическая специальность 1360106. Это по старой системе оборудования технология сварочного производства. Раньше подготовка велась пять лет. Сейчас она ведется четыре года. Но еще четвертый, пятый курс текущих студентов еще учится пять лет. Но, тем не менее, несмотря на то, что подготовка стала вестись четыре года, все равно присваивается квалификация инженера, а не бакалавра. То есть, в принципе, сократили срок обучения, но оставили результат таким, как он был раньше. Значит, и также имеется у нас вторая ступень, это магистратура. Здесь некоторая неточность. Магистратура у нас один год. И также имеется аспирантура и докторантура по специальности сварка родственных процессов и технологий. Имеется также у нас свой совет по защите кандидатских диссертаций по специальности 050210 сварка родственных процессов и технологий. Также ведем мы подготовку по образовательным стандартам Российской Федерации по направлению бакалавриата 15.03.01 машиностроения. В рамках этого машиностроения у нас там есть специализация инновационной технологии в сварочном производстве. Это направление у нас больше ориентировано на современные такие течения, движения в области роботизации процессов сварки, цифрового управления источником питания и так далее. То есть мы разделяем немножко. То есть по Беларуси мы готовим классическим образом, а здесь больше сделали упор на современные технологии. Значит, на обучение по образовательным стандартам России у нас можно поступить по результатам ЕГЭ российского. То есть есть определенные тут такие нюансы. То есть люди могут приехать с России с результатами ЕГЭ и поступить к нам учиться. При этом мы выдаем диплом бакалавра российского образца, полностью соответствующий российским образовательным стандартам. Значит, в целом кафедра имеет достаточно большую историю. На сегодняшний день в Республике Беларусь подготовку специалистов по сварке выполняют две кафедры. Наша это чисто сварочная кафедра. Также есть подготовка сварщиков, инженеров на кафедре в БНТУ в Минске. Но там кафедра на более широкого профиле. Она называется порошком металлургии, сварки и технологии материала. У нас кафедра чисто сварочная. Значит, кафедра обладает неплохим, на мой взгляд, парком оборудования. Если рассматривать оборудование для способов сварки плавлением, то имеются самые современные робототехнические комплексы с достаточно уникальными системами управления подачей присадочной проволоки, управления источниками питания для сварки. Это ИСАП, Фрониус. Раньше мы сотрудничали с Кемпи активно. Фирмы было у нас много оборудования Кемпи и так далее. То есть, в принципе, самое современное оборудование у нас имеется. Я чуть позже сакцентирую внимание, каким образом так получилось. Значит, кроме того, иногда как-то незаслуженно этот способ сварки отделяют. Нам удалось сохранить еще с советских времен достаточно хороший парк оборудования для контактной сварки. Имеются, в принципе, в абсолютно работоспособном, модернизированном состоянии машины для контактной точной рельефной сварки, всевозможных способов сварки давлением, ультразвуковые установки и так далее. Вплоть до того, что есть у нас, мы сейчас особо не пользуемся, но даже машины для электрошлаковой сварки и так далее. Значит, у нас на базе кафедры в университете создано самостоятельное хозрасчетное подразделение «Центр сертификации испытаний», имеющее в своем составе контрольно-измерительную лабораторию, которая выполняет испытания сварных соединений конструкции фактически более чем по 50 видам испытаний. Начиная от обычных испытаний на статическое растяжение, статический изгиб, твердость, ударный изгиб при различных температурах, спектральные оптико-эмиссионные анализы, химического состава наплавок и так далее. И заканчивая различными видами испытаний, для которых мы собственными силами разработали часть установок, испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии и так далее. Этот центр стал головной организацией в Республике Беларусь в системе Госпромнадзора, Госатомнадзора и Стройтехнормы. Таким образом, наша кафедра стала своеобразным аналогом НАКСа в России. То есть мы проводим аттестацию всех технологических процессов сварки на опасных объектах, аттестовываем сварщиков, руководителей сварочных работ. Кроме того, отдельным направлением работы является аттестация средств индивидуальной защиты, испытание сварочных материалов, включая входной контроль, испытание оборудования для газовой сварки, резки, пайки, испытание источников питания и оборудование, работающее под давлением на требования регламентов Таможенного союза. То есть достаточно широкое у нас поле деятельности. И, в общем-то говоря, мы объективно и по авторитету, и по наличию сотрудников в Беларуси являемся главной организацией по сварке, если ты можешь так сказать. Все это привело к тому, что в рамках взаимодействия Беларуси и России в результате необходимости, и сейчас у нас происходит строительство белорусской атомной электростанции, постановлением Совета Министра мы стали головной организацией и органом технической поддержки по сварке и неразрушающему контролю на объектах строительства белорусской атомной электростанции. В рамках этой работы мы выполняем оценку качества сварных соединений, входной контроль материалов, аттестовываем технологические процессы сварки, сварщиков, руководителей сварочных работ, а также выдаем различного рода заключения, если какие-то спорные моменты и так далее. Дело в том, что особенностью строительства атомной станции в Беларуси является то, что строит ее Российская Федерация, но на территории Беларуси. И есть очень большие нюансы с нормами по обеспечению безопасности и стандартами в области сварки, потому что в Беларуси большинство стандартов – это европейские переводные стандарты по всем видам, и в Беларуси очень много используется материалов европейских. А при строительстве станции есть определенные консервативные подходы, по которым должны использоваться определенные марки материалов, и зачастую в Беларуси бывают проблемы, то есть у нас таких материалов уже бывает, что и не найти. Поэтому выполняем также большой объем работ по оценке применимости тех или иных материалов с выдачей соответствующих заключений. Значит, большая работа проводится по аттестации технологии сварки на белорусской станции. Значит, мы проводим, присутствуем на площадке станции по сварке контрольных сварных соединений, а также проводим разрушающий контроль и выдаем соответствующие заключения. Аттестовываем сварщиков ввиду разницы в требованиях нормативных документов, аттестовываем их по двум направлениям. То есть таблица аттестационного удостоверения включает в себя, как правило, две области распространения по стандартам Российской Федерации и Республики Беларусь. У нас осталась одна минута. А, я быстро. Ладно, давайте я вот что вам скажу. Значит, на мой взгляд, особенностью нашей кафедры является теснейшее взаимодействие с предприятиями, и тот факт, что мы являемся главной организацией, позволил нам очень сильно совершенствовать оборудование, материально-техническую базу, потому что хоздоговорные работы обеспечивают нам очень неплохое финансирование. Кроме того, тот факт, что мы являемся белорусско-российским университетом, Россия также нас поддерживает финансово и тоже помогает развивать эту базу. Кроме того, студенты, обучаясь, они постоянно видят реальные проблемы, которые происходят на производстве. Они, грубо говоря, находятся в этом потоке проблем, которые решают и преподаватели, будучи то на паре, то, соответственно, на каком-то опасном объекте, выполняя, решая какую-то серьезную задачу. И, в общем-то, это позволяет нам быть все время впереди и действовать в соответствии с ситуацией. Есть у нас на кафедре филиал на Могилевском вагоностроительном заводе. Студенты на пятом курсе, часть занятий лабораторных проходит у них реально на заводе. Это позволяет им, в общем-то, после окончания университета, попав на завод, не растеряться, и они уже примерно ориентируются в заводских условиях. Первый курс практику проходит на кафедре. Они учатся варить, тут уже многие говорили об этом, это очень важно. И, в общем-то, летом практически больше, чем месяц, они ручной дуговой сваркой, покрытыми электродами, выполняют соединения какие-то, сваривают. Это для них тоже является очень важным. Ну, раз регламент у меня тут ограничен, в принципе, это основное, что я хотел сказать. Если вопросы какие-то будут, я с удовольствием на них отвечу. Большое спасибо. Спасибо большое, Артур Олегович. Я думаю, что из вашего выступления нам стоит отметить необходимость кооперации России с Белоруссией, в том числе в направлении сварки. Это очень важно, потому что, по сути, процессы те же самые, язык даже во многом тот же самый, и очень много общего и на культурном фоне, и на фоне техники. У нас два государственных языка на сегодняшний день. Это я понимаю, но, тем не менее, нас хорошо понимают в Белоруссии, это факт. Вот, да, поэтому большое спасибо вам, будем двигаться дальше. У нас поступило очень большое количество вопросов. Я поотвечал в чате на эти вопросы. Дело в том, что трансляция физически ограничена по времени, мы должны сейчас с вами уже прощаться. Вот, и, пожалуйста, связывайтесь с нами, мы готовы участвовать дальше, организовывать новые мероприятия, мы открыты к сотрудничеству. Большое спасибо всем спикерам, кто сегодня принял участие в нашем мероприятии. Большое спасибо WorldSkills Russia за то, что организовала такую возможность для нас, эту деловую площадку, что мы продолжаем быть спонсорами, поддерживаем это мероприятие и сотрудничаем. В общем, большое спасибо всем. Было очень познавательно, приятно, и, я думаю, что полезно, и в будущем будем продолжать. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Продолжение следует...